Продолжение следует... Как мы подошли вообще к тематике использования геля под формирователи Дисны? Хотелось бы привести как раз это вытяжка из клинического журнала Фитоден, где все случаи имеют сквозную нумерацию. Мы присваиваем им номер один раз, и в дальнейшем уже он закрепляется за этим клиническим примером. Дмитрий Березин из Санкт-Петербурга, первоначально скептик, получил в пользование для теста как раз гель Фитодент Периогель, содержащий хлорофил и хлоргексидин 0,12% концентрации. И протезируя пациентов балочной конструкции с опорой на имплантаты, применил этот гель у пациентов послеоперационный период для обработки послеоперационных швов и внутрь имплантата в том числе. И мы оценивали состояние мягких тканей Дисны, вот мы видим здесь, да, это цвет, опять же, ну и по сути все те же параметры, которые были уже нами обозначены. Тургар, мацерация, наличие отека, ну там кровоотделяем и прочее. Потому что в послеоперационный период мы смотрели этих пациентов через 7, 7-8 и затем через 14 дней, и вот мы стали наблюдать следующую картину. Это панорамный снимок этого пациента. Мы видим, что у нас имеет место парадонтит в этой зоне. В общем, эти зубы удалились по показаниям, и ортопедические конструкции, которые имели уже место, они были несостоятельны объективно, как и зубы, на которые они фиксировались. Было установлено 4 имплантата на нижней челюсти, и изготовлена балочная ортопедическая конструкция. Все двигалось по двухэтапному протоколу. Первый этап включил в себя удаление зубов и ушивание операционной раны. И затем мы ставили уже в адентии имплантаты, в области адентии. Пациент носил съемный протез. Это первый день непосредственно после операции. Мы видим, исходя из состояния швов и наличия кровоподтеков в области формирователей десны и швов, то состояние мягких тканей, которое имеет место. Это, в общем, послеоперационная норма. Мы пригласили пациента ради интереса на четвертый день. И отметили, что вот этот цвет десны в области швов, как минимум, мы наблюдаем эпитализацию. И вот те фрагменты некротической массы, и детритной массы, в том числе, они все смывают слюной жидкостью. У нас очень хорошо кровоточит слизистонокосничные лоскуты, что говорит об их состоятельности, трофике, питании, микроциркуляции. И так далее. И, конечно, отметили, что на четвертый день очень интересно, что гель так работает. Когда мы пригласили пациентов на седьмой день, мы отметили, что у них у всех очень интересное состояние именно десневых мажет под формирователями десны. В области швов на седьмой день уже состояние было абсолютно адекватно. Обычно такое мы видим на 10-14 день после операции, если мы ничего не используем. Ну, или состояние пациента, оно адекватное. Так или иначе, мы увидели эффект от консервации геля под формирователь десны в области всех манжет десневых. И решили повторить еще один случай. Для того, чтобы оценить, может быть, просто у этого пациента мы получили такой результат. Мы посмотрели еще нескольких пациентов. И вот один из этих случаев мы покажем здесь тоже. Картина абсолютно аналогичная. Чтобы все-таки протокол был весь воспроизводим повторно, и можно было сопоставить клинический результат, был выбран примерно аналогичный протокол, примерно аналогичный у пациента. Здесь также удалили зубы, ставились имплантаты. Снимался слеп, здесь была методная конструкция. Мы ушовали в день операции также в области формирователей десны. И спустя 8 дней мы наблюдали примерно аналогичную картину как в области хирургических швов, так и при выкручивании формирователей десны. И состояние ткани действительно было абсолютно адекватным. Появилась идея вообще как направление попробовать использовать гелями на формирователе десны на этих этапах раскрытия. Потому что картину, которую мы получили, она клинически была действительно отлична от того, что мы привыкли видеть. Ну и вот на 8 день мы видим, что... Тут вот эти все бронекрозные массы уже за день все очистились. Я думаю, это связано с тем, что мы выкрутили и вкрутили формирователи. И слюная жидкость, в общем, все это уже поубирало, как и должно быть в норме. Мы стали наносить тогда на рядом стоящие формирователи десны на какие-то гель наносить, а на какие-то нет, для того, чтобы сравнить между собой клинический результат. Здесь не везде качество фотографий, к сожалению, вот... перфектное. Но мы видим, что есть отличие состояния десневых манжет и состояние в том случае, где мазали гель. Вот оно имеет вот такой белый край, что говорит о наличии эпителия. А везде, где мы ставили... Ну вот здесь белый край был, а там везде мы его сорвали формирователем десны, потому что количество слоев эпителия под формирователем еще было не такое адекватное для того, чтобы манжета была состоятельна. Абсолютно аналогичный результат мы видим везде, в среднем на пятый-седьмой день нанесения. Этот случай мы даем как задачку студентам, чтобы определить тот формирователь десны, под который мазали гель. Ну и вот тоже один из показательных случаев. Мы видим здесь зону, это зеркальное отображение одного и того же имплантата, и здесь тоже, соответственно, вот этот слева мы проводили экспозицию геля, а справа нет, он так и был в таком виде. Это мы наблюдаем кровоподтек на седьмой день, ну потому что объективно мажета еще не сформирована. Здесь мы уже видим, что такой проблемы нет, у нас более структурированный край десны. Ну и вот это все в совокупности нас натолкнуло на то, что имеет смысл посмотреть, как будут себя вести десневые манжеты под формировательным десны в зоне, где был установлен гель. За это время накопились результаты в других областях применения геля, в полости рта. Мы открыли еще несколько интересных свойств. Вот здесь у пациента разошлись швы и секвестрировался фрагмент костный. Ну и в общем ткани выглядят здесь недостаточно адекватно с позиции кровоснабжения, микроциркуляции и трофики. Цвет имеется такой бледноватый достаточно. Вот в этой области никакой ревизии не проводилось. У доктора под рукой был наш гель, и он решил его попробовать в этой зоне. И прошло 7 дней, и мы наблюдаем картину. Секвестр, конечно же, отвалился сам, а под ним у нас сформировалась хорошая восклиризованная ткань. Мы видим, что ее цвет, но все-таки отличается от того, что первоначально было. Мы видим вот эти сосудистые сетки, здесь которых не было. И вот 7 дней нанесения геля. Здесь пациенту мазали ежедневно. Он приходил в клинику как на процедуру. Ему высушивали эту зону, обильно наносили гель, и убеждали, чтобы он не трогал его ни языком, ни пальцем, ничем. И 3,5 часа, соответственно, не принимал пищу. И вот за 7 дней нанесения мы получили вот такой вот результат. Что говорит о том, что восстанавливается микроциркуляторное питание, сосудистое, микроциркуляция сосудистая, и трофика этих тканей. Аналогичная ситуация тоже при расхождении швов. Мы наблюдали, когда не проводилась повторная санация, и пациенту мазали гель. И вот на четвертый день мы видим, здесь объем мешательства просто не такой большой. У нас появились случаи наружного нанесения, где после химического ожога, усугубленного использованием различных средств, также неадекватным, мы получили вот такую картину, и после 3-5 кратного нанесения в день, спасибо, вот эта девушка была очень ответственна, за 4 дня мы получили полное восстановление, и даже та первопричина, по которой пациентка использовала те или иные средства, она тоже ушла. Спасибо, Сергей Журович, за предоставленные фотографии, за отношения и регулярное использование нашей продукции. Даже при масштабных хирургических манипуляциях мы наблюдаем картину, что за 7, как вот здесь, и 14 дней мы получаем адекватный результат по всем параметрам состояния, качество, структура мягких тканей, степень воскулиризации, тургор, отсутствие отека и кровотечения. В данном случае после снятия швов, да, они действительно подкровились, что говорит о хорошем снабжении слизи надкосничного лоскута. Это случай применения продонтологического пациента, но мы наблюдаем, что здесь гиперамированный край, воспаленный, что у нас есть грануляции и так далее. У пациента была проведена профессиональная гигиена полости рта и несколько дней, вот на шестой день мягкие ткани выглядели вот так. То есть пациент использовал гель, проводил обычную гигиену. Понятно, что результат кабинета манипуляции дал результат очевидный, потому что убрал источник этой инфекции и механически, соответственно, за счет раздражения различными средами, водой под давлением и так далее, Skyling улучшил состояние мягких тканей, но за вот шесть дней нам удалось их привести в более адекватное еще состояние.